Это программа День города. Здравствуйте! В студии Дина Исляева. В начале главные темы выпуска. Козырек подъезда едва не рухнул на голову ребенка. Жители дома на улице Электрозаводской до сих пор ждут, когда уберут обломки. Праздник тех, кто круглые сутки на посту. Рязанские госавтоинспекторы получили заслуженные награды. Полезная и пока дорогая ягода в Рязанской области начали продавать чернику. Чуть не обрушился на голову ребенка. Обломки козырька подъезда дома номер 51 по улице Электрозаводской до сих пор не убрали. Он находится в плачевном состоянии. Жители обивают пороги управляющей компании, надеясь, что начнется обещанный в декабре прошлого года капитальный ремонт. В ситуации разбирался Алексей Нилов. Соседство с крысами и тараканами уже никого не удивляет. Некоторые жильцов признаются, что им стыдно даже пригласить к себе гостей. Раньше в этом доме было заводское общежитие. Общий туалет и кухня напоминают о временах бывшего СССР. Здесь живет примерно 80 семей. Сказать, что условия жизни здесь не идеальны, значит ничего не сказать. Дом этим летом начал разрушаться на глазах. Обвалился вот этот вот козырек. Обвалился он перед маленькой девочкой, ее чуть не пришибло. Об этом мы уже говорили неоднократно, чтобы его убирали управляющие компании изумрудные. Им бесполезно об этом говорить, потому что они говорят, что козырек не в аварийном состоянии. Ну вот результат, вы сами видите. Бригада от управляющих компаний все же приехала, но они только собрали обломки в кучу, рядом с подъездной дверью. О том, что здесь раньше был козырек, теперь напоминают только железные балки. Когда в доме проведут ремонт, остается только гадать. Жильцы сменили несколько управляющих компаний в надежде найти ту, которая все же начнет приводить дом в порядок. Но так его и не дождались. Сначала говорили, что в декабре месяце сделает капитальный ремонт. Капитальный косметический. Перекроет все. То есть и фасад нам сделают, и крышу нам сделают. Декабрь прошел. Нам сказали 8 марта. 8 марта прошло. Вот уже июль месяц, и как бы никаких вообще продвижений нет. Обозрали стены, все. И на этом ремонт у них закончился. Представители компании «Изумрудный» общаются с жителями только по телефону. В этот раз диспетчер пообещал, что в течение двух дней все остатки козыряка будут убраны. Ну как разобрали? Тут вот лежит рядом передо мной куча. Ну, вы как представители этой компании? Я думаю, что да. Сделать ли людям ремонт, неизвестно. Мы будем следить за развитием ситуации. Алексей Нилов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Профессиональный праздник отмечают сегодня госавтоинспекторы. Со дня образования ГИБДД исполнилось 82 года. Служба носила много разных названий, однако суть оставалась прежней – следить за исполнением правил дорожного движения. В этот день в Главном управлении Паризанской области наградили отличившихся сотрудников. У здания управления ГИБДД МВД России Паризанской области стоит старый автомобиль ВАЗ-2101. Или, как его называли в народе, «Копейка». Сейчас эта машина – настоящий памятник. А когда-то давно это был служебный автомобиль. По воспоминаниям ветерана Владимира Конкина, тогда у гаишника был только свисток и деревянный жезл. Правда, мужчина обмолвился, что раньше и люди были другие. Я скажу, что сейчас работать инспекторскому составу гораздо тяжелее, чем было раньше. А почему? Потому что, по-моему, изменился сам наш народ. Он не такой стал, как был раньше. Раньше были все доброжелательные, друг к другу относились спокойно, хорошо. Редко были конфликты, редко конфликты возникали. Сейчас у службы ГИБДД есть и камеры фото-видеофиксации, радары и навигаторы. А сама служба отлажена и выверена. На этой нелегкой работе трудятся как мужчины, так и женщины. Как отмечают сами сотрудники, это не работа, это призвание. Жизнь и здоровье миллионов людей на дорогах России сегодня во многом зависит от действий, от безупречных действий стражей правопорядка. История службы богата примерами самоотверженности, героизма, верности долгу. Решая сложные и ответственные задачи, сотрудники госавтоинспекции оперативно реагируют на изменения дорожной обстановки, обеспечивают безопасность движения на дорогах страны. В день 82-х летия со дня образования ГИБДД сотрудники были награждены памятными знаками и благодарностью от министра внутренних дел. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Прокурор Рязанской области Олег Черныш освобожден от занимаемой должности. Такая информация появилась на сайте Генпрокуратуры России. Причина решений не уточняется, указано лишь, что соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Напомню, в Рязанскую область Олега Черныша перевели в 2015 году. До этого он занимал должность прокурора Тульской области. После освобождения должности, обязанности прокурора области будет временно исполнять первый заместитель Черныша Юрий Монахов. Выброшенный вместе с бытовым мусором ртутный градусник может навлечь большую беду. Проблемы экологии с каждым годом становятся все более актуальными во всем мире. Создаются целые государственные программы по экологической безопасности. Но вот что важно, состояние нашей природы зависит от каждого человека. Ртуть – это отход первого класса опасности. О том, как правильно утилизировать градусники, лампы узнала Мария Рудая. Ртуть является веществом токсичным и относится к самому высокому классу опасности. Если испарения ртути попадут в органы дыхания, это грозит серьезными проблемами со здоровьем. Несмотря на то, что в лампах и градусниках содержится небольшое количество этого вещества, все же не стоит забывать о том, что оно ядовито. Если градусник разбился, в первую очередь стоит открыть окна и переместить детей и животных в другое помещение. А уже потом особым образом убирать то, что осталось на полу. Если у вас такое случается, что градусник разбился, в первую очередь надо, конечно, принять все меры по безопасной его утилизации. То есть нужно градусник все равно открыть помещение, удалить детей из этого помещения, если есть животных. И взять два листа бумаги, подготовить баночку с 1% раствором органцовки и постараться эти шарики, которые у вас где-то выпали, этими бумажечками, листами собрать. Сейчас существует немало градусников, которые способны заменить ртутные. В любой аптеке на выбор могут предложить целый ряд более безопасной и не менее точной альтернативы. По безопасности, конечно, более современно они безопасны. Это электронные и инфракрасные. Самый простой ртутный, но даже сейчас они сделаны, что они в небьющейся оболочке. То есть даже если вы разбиваете, оболочка все сдерживает, то есть внутри он никуда не рассыпается. Точность у них погрешность небольшая, от 1 сотой единицы. Дальше были выпущены электронные. По словам Ирины, хоть и медленно, но ртутные градусники уходят в прошлое. Мы решили выяснить у рязанцев, какими они предпочитают мерить температуру. Обычным. Ртутным? Да. Обычным ртутным градусникам все пользуются. Обыкновенным. Ртутным? Да. Обычным. Ртутным? Ну да. А вы знаете, как его правильно утилизировать? Вот если разобивается градусник, вы его куда одеваете? Собираем пакетик и в мусорную. Вопрос безопасности ртутных градусников – это лишь одна сторона медали. Еще более остро стоит проблема утилизации. Чаще всего люди действительно отправляют отходы первого класса опасности в мусорную корзину, содержание которой впоследствии попадает на свалку, загрязняет атмосферный воздух и почву. На сегодняшний день в Рязани постоянно проживают более полумиллиона человек. Если каждый выбросит градусник на помойку, произойдет без преувеличения – экологическая катастрофа. Поэтому вопрос утилизации имеет важнейшее значение. В Рязани утилизацией отходов первого класса опасности занимается всего одна компания. От общения с нами там отказались. Зато в администрации города нас уверили, что в городе оборудовано 27 специальных пунктов для сбора ртутных ламп и градусников. Все они находятся в управляющих компаниях. Мы решили сами проверить эту информацию. Сейчас мы находимся у ЖЭО номер 20 и попробуем сдать ртутный градусник. В ЖЭО номер 20 действительно организован такой пункт. Но, по словам работников, приходит не так много жителей. Чаще всего самые сознательные. Заключен договор со специализированной организацией. Мы осуществляем сбор, хранение ртутных ламп, впоследствии транспортировку и платим за утилизацию. То есть, эта услуга платная, контейнер, транспортный расход, утилизация – все стоит денег. Поэтому мы принимаем энергосберегающие лампы, градусники, термометры и подобные вещи у своих жителей, с которыми у нас заключен договор управления и которые нам платят деньги за содержание жилья. Для жителей таких домов сдать градусник и лампы можно бесплатно. Управляющие компании их хранят в контейнерах в специально отведенном месте. После чего осуществляется транспортировка и утилизация. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Помогают найти новый дом сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты Рязанского дома ребенка в этом году вернули в семье более 60 детей. Еще 30 нашли новый дом. Аномалист его продолжит. 8 июля во всей стране отмечают День Семьи, Любви и Верности. Этот праздник связан с именами святых Петра и Февронии, которые являются символом семьи и брака. Как считают многие, этот день – отличный повод, чтобы собраться родными, сказать друг другу слова любви и благодарности, о чем мы часто забываем. Ведь семья для большинства из нас – это постоянное и обыденное. Но есть и те, кому пока не довелось узнать, что такое теплый семейный очаг. В доме ребенка живут или временно пребывают те, кому любовь, забота и верность нужны, как никому другому. Сейчас здесь находится 124 ребенка возрастом до 4 лет. Те, кто остались без попечения – сироты, дети, родители которых оказались в трудной жизненной ситуации. Главврач дома ребенка Шацкая Елена Евгеньевна уже на протяжении 6 лет помогает сохранить семью или найти детям новый дом. Если мы не будем осуждать и стараться помочь, то, конечно, ребенку однозначно лучше в такой семье. Но если ребенку грозит жестокое обращение, здесь надо быть очень осторожным. Если хотя бы риск этого жестокого обращения предусматривается, прогнозируется, здесь, конечно, ребенку лучше быть в приемной семье. Елена Евгеньевна признается, главная задача – разрешить трудную жизненную ситуацию в семье и помочь вернуться ребенку к родителям. Чаще всего поддержку оказывают семьям с низкими доходами и матерям-одиночкам, а также тем, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья. Хотя в доме ребенка избегают слов папы и мамы в отношении работников учреждения, все делается для того, чтобы создать уютную домашнюю атмосферу. Даже группы с детьми тут называют семьями. Елена признается, главная для ребенка – любовь, несмотря на любые его особенности и жизненную ситуацию в семье. Для семейства Демченко дети – все, смысл жизни. Нина и Андрей женаты 27 лет. У них шестеро детей, двое родных и четверо приемных, трое приемных дочерей – родные и сестры. Мама семейства утверждает, для нее нет границы между родными и приемными детьми. У меня разницы нет. Они все мои. И требования у меня ко всем одинаковые, и поощрения всем одинаковые. Семья для Демченко не только большая ответственность, но и большое счастье. Моя ответственность и в то же время радость, общение с детьми. Узнаешь всегда что-то новое от них и учишься у них чему-то новому. Нина Демченко признается, что в первое время у детей происходит адаптация к новой семье. Поэтому необходимо найти к ребенку подход, помочь ему в социализации. Сотрудники дома ребенка и многодетные родители сходятся во мнении. В отношениях с любым ребенком нужна любовь и ласка. Нужно суметь преодолеть все трудности и барьеры в общении. Ради того, чтобы затем создать дружную, крепкую и любящую семью. И увидеть счастливую детскую улыбку. Ана Малиста, Валяк Парамзин, телекомпания «Город». Типовые расчеты, курсовые дипломы через этот нелегкий, но интересный путь проходят все студенты. И порой ценность каждой бессонной ночи понимаешь, когда получаешь заветный документ об образовании. Лучшим студентам Рязанского государственного радиотехнического университета вручили дипломы с отличием. На праздники побывал Валерий Седов. В актовом зале Рязанского государственного радиотехнического университета студенты пяти факультетов. Это технические и экономические специалисты, победители всероссийских олимпиад, участники международных научно-практических конференций, лауреаты поощрительных стипендий правительства России и администрации Рязани. Сегодня около 300 студентов РГРТУ получают дипломы с отличием. Конечно, очень доволен. Все-таки это результат четырехлетнего труда. Ну, так или иначе, это похоже на выпускной из девятого класса, потому что я потом собираюсь идти в магистратуру, поэтому, скорее всего, все эмоции я ставлю на следующее событие, на выпускной из магистратуры. Безумная радость, но я еще не могу, наверное, до конца этого осознать, потому что это был достаточно долгий, достаточно такой трудный период в моей жизни, но я очень рада. Гордость, прежде всего, и растерянность, потому что, во-первых, это было тяжело, в это было вложено много сил, и сейчас уже начинается взрослая самостоятельная жизнь. Радость от того, что наконец-то это событие наступило, заслуженно. Я получаю красный диплом, торжественное вручение, торжественная обстановка, близкие люди рядом. Я очень рада, что я закончила именно этот вуз. Однако на вручение дипломов присутствуют не все студенты, часть находятся на военных сборах. Важные документы им вручат вместе с лейтенантскими погонами. Получить воинское звание параллельно с востребованной гражданской специальностью они могут благодаря единственной в Рязани военной кафедре и учебному военному центру, полноценному аналогу военного училища. По статистике, около 20% выпускников ежегодно поступают на военную службу по контракту. Многие из них сейчас занимают должности федерального и регионального значения. Довольно много уходит на предприятия оборонно-промышленного комплекса, как Рязани, так и соседних регионов. Ну, в основном, это, конечно, Московская область. Есть наши выпускники, которые распределяются в армию, заключают контракт или в другие силовые структуры. Есть выпускники, которые работать уходят в банки, причем очень много в банки уходит работать в их технические службы. Выпускников факультета вычислительной техники. Спектр очень широкий. В дополнение к диплому каждый из выпускников Рязанского государственного радиотехнического университета может получить европейское приложение. Оно позволяет продолжить обучение за границей с перезачетом ряда дисциплин, а также устроиться на работу за границей или в иностранной компании, имеющей представительство в России, по ускоренной процедуре присвоения квалификации. Таким образом, перед выпускниками вуза открыты буквально все двери. К нам приходили работодатели, прям, собственно, на защиту. И уже там предлагали определенные вакансии. Ну, дальше, конечно, идет собеседование, разговоры, но, тем не менее, предложения такие достаточно хорошие, на хорошей позиции. О востребованности выпускников говорит тот факт, что в вузе регулярно увеличивается число мест для обучения студентов на бюджетной основе и по целевым договорам с предприятиями. В 2017 году Рязанский государственный радиотехнический университет вошел в топ-20 лучших вузов по величине зарплаты, занятых в IT-отрасли молодых специалистов. Рейтинг составил крупный интернет-сервис «Суперджаб». Стоит отметить, что 20 июня начала работу приемная комиссия Рязанского государственного радиотехнического университета. Абитуриентов ждут 5 факультетов и 28 кафедр, которые готовят квалифицированных специалистов в области радиотехники, электроники, автоматики, информатики, информационной безопасности, экономики и управления. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязань не войдет в Золотое кольцо России в 2019 году. Такое решение принято на Совете по вопросам систематизации культурно-познавательного туристского маршрута. В этом году на включение в Золотое кольцо претендовали 6 городов. После презентации определились два лидера – Серпухов и Рязань. Но с перевесом в один голос победил все же Серпухов. Рязань сможет снова поучаствовать в конкурсе в следующем году. Одна из самых полезных ягод в Рязанской области начали продавать чернику. Самый большой выбор – у трасс. Там она всегда свежая, ее набирает рано утром в лесу. Ображая этого года в нашем следующем сюжете. Найти чернику несложно. Она растет большим ковром в лесу. Но самое сложное – ее собрать. Многие из тех, кто продает ягоду на дороге, выходят в лес в 5-6 часов утра для того, чтобы набрать хотя бы маленькую баночку. Для Екатерины из поселка Болонь Клепиковского района с черники начинается каждое утро. Выезжает из дома рано на стареньком мотоцикле, а сидеть у трассы иногда приходится до вечера. Пшикаемся каждый раз. Комаров очень много. Собираем ягоду. Потом уходим на трассу. Таких продавцов ягод на трассе десятки. Константин ходит за черникой вместе с супругой и двумя детьми. Пока он продает первые собранные ягоды, супруга набирает еще. Мы находим полянку и потом живем в баночку. В этом похуже. Прошлый год лучше было. Из-за морозов похуже. Цены на чернику разные. От 150 рублей за маленькую банку до 800 за трехлитровую. Только вот договориться с покупателями удается не всегда. Цены для них дорогие. А какой-то тяжелый труд на самом деле. Это очень тяжело. Собирать ягоду и они еще возмущаются. А почему так дорого? Ну дорого. Идите в лес сами. Собирайте. Правильно. Она там для всех бесплатная. И подушите заодно воздухом. И змеек там увидите. И все остальное. Самые лучшие продажи у собирающих ягоды в выходные. В будни мало кто останавливается. Тогда приходится весь урожай забирать домой и закрывать в арене. Но Екатерина и Константин все равно каждый день собирают урожай. Выходят на трассу. Для них ягоды летом. Это практически единственный способ заработать. Дина Исляева, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». В Рязани прошел смарт-бизнес-форум, организованный предпринимателями. В рамках форума они обсудили перспективы сотрудничества, возможности заключения выгодных сделок и обменялись опытом. Я же с вами прощаюсь. Сюжет на правах рекламы закончит выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Желтые браслеты. Друзья, спасибо! У меня есть коллеги, которые размещают директ рекламу. Я видел, как за три с половиной часа 50 тысяч рублей просто скликали. Не твое окружение делает тебя, а отношение к этому окружению. Вот как ты относишься к этим людям? Вот такой вот и ты. Мама спит. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова